Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Корпоратив Королевской династии. Следствие ведёт дилетант Евлампия Романова. Глава первая. Много макияжа на лице и мало одежды на теле свидетельствуют о том, что красавица давно занимается безуспешной охотой на принца. — Евлампия, как вы думаете, Арсений женат? — спросила Софья, шагавшая вместе со мной по коридору. — Судя по оторванной пуговице на рубашке и весьма грязной куртке, думаю, нет, — ответила я, стараясь не рассматривать свою спутницу в упор. Но глаза не желали мне подчиняться. Они сами собой уставились на Софью, и я впала в недоумение. Но зачем? Вполне симпатичная тётушка намалевала на верхних веках жирные чёрные полосы, а над ними до самых бровей нанесла золотые перламутровые тени. Краска забилась в мелкие морщинки, и очи моей спутницы стали похожи на глаза хорошо пожившей черепахи. Прибавьте к этому истошно-розовый румянец, тональный крем цвета перезревшего персика, пудру, напоминающую рисовую муку, морковную помаду, и поймёте моё удивление. Одежда Софьи тоже вызывала оторопь. Ярко-зелёная кофточка из странного материала, смахивающего на латекс с очень глубоким вырезом, из которого высовывалась грудь, поднятая лифчиком пушап. Жёлтая мини-юбка, тёмные колготки, похожие на крупноячейстую рыболовную сеть. Белые лаковые ботфорты с золотыми носами и каблуками, утыканными стразами, довершали образ. Иногда в каком-нибудь торговом центре я вижу в витрине подобную обувь и всякий раз думаю, интересно посмотреть на человека, который её купит. Кто он? Конечно же, это будет мужчина, не разбирающийся в моде и не обладающий хорошим вкусом, но искренне желающий угодить своей любимой. Ни одна женщина не станет приобретать такой китч. И вот вам, пожалуйста, Софья Гурманова, сорока лет, незамужняя и бездетная, сейчас вышагивает в этих страшно красивых сапожках. «Может, у него супруга ленивая?» – вздохнула Софья, не подозревавшая, какие мысли бродят в моей голове. «Изнываю от желания узнать, свободен Арсений или нет. Хочется в паспорт к нему заглянуть. Но как его раздобыть?» «В загранпаспорте штамп не ставят», – напомнила я. «Ой, правда», – загрустила Гурманова. «Вот не повезло. Один свободный парень на всю группу, но неясно, каков его статус. О, Фейсбук! Вот где вся правда зарыта!» Я попыталась остудить пыл Софья. «Не стоит доверять соцсетям. Я знаю одну девушку, она выискивает на улицах припаркованные роскошные автомобили, делает около них селфи, а потом выставляет фото на показ с комментарием. Любимый опять подарил мне машинку». Еще она обожает сниматься на фоне входа в дорогой пафосный ресторан или забежать в магазин, накинуть в примерочную одежду от известного бренда и отправить снимки на всеобщее обозрение, снабдив их словами. «Не заказывайте здесь креветки, а не «бея»» или «брать или не брать платье. Вроде я в нем толстое». Результат ее акций. Машины у нее как не было, так и нет. Даже самая простая малолитражка остается только в мечтах и в иронии. В элитных трактирах она не ужинает, одежду приобретает в интернете на сайтах, которые торгуют подделками известных марок. Но абсолютное большинство подписчиков считают ее богатой и да нельзя крутой. В фейсбуке много вранья. «Арсений не такой», бросилась на защиту избранника Сони. «Я, уставшая от хождения по длинным коридорам, остановилась». «Откуда вы знаете? До сегодняшнего дня никто из туристов друг о друге даже не слышал. Мы все познакомились во время посадки в самолет». «Арсений не похож на идиота, и он красавец», – пылко произнесла Соня. «Если у него есть постоянная баба, то в аккаунте будут фотки с ней, а в профиле он укажет «женат» или «в отношениях». «А если он напишет «Одинок, ищу пару», – усмехнулась я, – «а у самого шестеро детей и супруга». «Так она может зайти в аккаунт, увидеть, что дорогой единственный под свободного косит и вмажет ему с разбега», – не сдавалась Гурманова. «Я бы так и поступила. А ты?» Я пожала плечами. «Зачем выяснять отношения с тем, кто тебя не любит и не уважает? Надо просто уйти, и все». «Ага. И отдать своего мужика другой?» – рассердилась Соня. «Ну уж нет. Что мое, то мое. И оно должно всем сообщить, что оно мое». «Вау! Тупик! Стена!» «Действительно», – пробормотала я, разглядывая кладку из грубо обтесанных камней. «Заблудились!» – испугалась Софья. Я вынула из кармана брюк-листок бумаги. Мы шли по плану. Похоже, мы находимся вот тут. Свернули не в ту галерею, надо было идти налево, а я двинулась направо. Давайте вернемся. «Я предупредила, что не умею разбираться в чертежах», – заныла Софья. «Нифига в них не понимаю. Поэтому и прилепилась к тебе». «Сама не умею читать карту», – призналась я. «Но схема, которую я нашла в своей комнате, очень простая. Смотри, это коридоры. Тут...» «Ой-ой!» – замахал руками Гурманова. «Не начинай. Лучше просто приведи меня куда надо». «Ладно», – согласилась я. «Разворачиваемся». «Холодно тут», – поюжилась Соня. «Чего они отопление не включают?» «Его здесь нет», – пояснила я. «Совсем?» – вытаращила глаза спутница. «Но ведь мы не в Африке находимся. Сейчас март, а у них на улице снег сыплет. Как жить в таких условиях без батарей?» «Здание построено очень давно. Тогда не было отопительных систем», – сказала я. «Не знаю, как тысячу лет назад население грелось. Наверное, с помощью каминов, разных очагов, печей». «Жуть!» – дернула плечами Соня. «Но сейчас-то двадцать первый век. Следовало о тепле позаботиться. Почему хозяева замка ледник устроили? У меня зубы замерзли, желудок заледенел». «Сейчас познакомимся с владелицей замка, и ты задашь ей эти вопросы», – пообещала я. «Странно тут как-то», – вздохнула Софья. «Пока мне здесь не нравится. А тебе?» «Я только приехала и еще не успела разобраться в своих ощущениях», – ответила я. «Никогда не жила в столь древнем замке». «Ты как сюда попала?» – спросила Гурманова, вынимая из кармана телефон. «Я состою уже семь лет в клубе «Путешествия не для всех». Люблю ездить по необычным местам, но здесь как-то неуютно». «Ну вот, ни связи, ни вай-фая. Хорошо, что заметки просто так открываются. Помнишь, как место называется, где мы находимся?» «Замок Олаф», – пробормотала я. «А город?» – засмеялась Софья. «У него кошмарное название. С трезвых-то глаз не произнести, а с пьяных еще сложнее». «Не могу выговорить», – призналась я. «Вот-вот», – продолжала Гурманова, – «со мной та же история. Поэтому я записала. Слушай». «Гард Сар Друн Дьюборг». «Сокращенно гард». «Раз ты с нами в одной группе, значит, тоже член клуба «Путешествия не для всех». «У тебя сколько жетонов? Платиновые есть?» «Мой муж выполнял заказ для основателей и владельца этого клуба», – ответила я. Владимир Николаевич решил отблагодарить Макса за отлично сделанную работу, подарил ему эту поездку. Сказал, получите потрясающие впечатления, увидите уникальный замок, воспоминания на всю жизнь останутся. «Свезло», – с легкой завистью произнесла Софья. «Хотелось бы мне с Владимиром Дутовым скорешиться, но я сама за отдых плачу. В клубе работает накопительная система бонусов. Вступаешь в него, получаешь 10 серебряных жетонов за каждую поездку. Участие в конкурсах, выкладывании, описание поездок на сайт идет прибавление. 100 серебряных жетонов равны одному золотому. Насобираешь 50 штук последних. Заслужишь платиновый, и за десяток таких получишь в подарок путешествия по собственному выбору на неделю. «Я собрала их и получила поездку в Олаф». «А где твой супруг?» «К сожалению, он не смог полететь», – вздохнула я. «Мы приехали в аэропорт, и тут ему позвонили с работы. Форс-мажор». «А-а-а-а», – протянула Гурманова, – «ясно». Некоторое время мы шли молча. Потом Софья остановилась. «Нам тут вместе неделю жить. Давай перейдем на «ты». Перестань мне выкать. Согласна?» «Конечно», — улыбнулась я. «Лучше сразу подружиться». Мы прошли еще немного вперед, и Гурманова вновь притормозила. «У вас с мужем хорошие отношения?» «Зачем жить вместе, если плохо друг к другу относишься?» — резонно заметила я. «Телефон его проверяешь?» — не успокаивалась моя спутница. «СМСки читаешь, которые ему присылают?» «На работу в кабинет звонишь по городскому телефону?» Некоторые бабы мобильным воспользуются, спросят «Милый, ты где?» А он соврет. В офисе тухну над отчетом, а сам с другой в койке валяется. Сотовый-то к одному месту не привязан.